По последним данным, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Брестской области всего зарегистрировано 77 623 человека с инвалидностью. Из них 5338 составляют дети в возрасте до 18 лет. Только представьте себе, эта цифра более чем в два раза превышает количество учащихся в самой многочисленной средней школе Бреста. Терапия любовью, вниманием и милосердием самая действенная. В этом убедились не только участники акций, но и сами организаторы праздничного мероприятия для юношей и девушек с инвалидностью, Брестский городской дом культуры и представители общественного объединения «Особые дети». Данное мероприятие формирует более благоприятную атмосферу для развития творческого потенциала ребят, так как у нас будут они тоже выступать со своими номерами. Мы ежегодно проводим такого плана мероприятия. Это у нас выездные концерты, дискотеки и спектакли мы тоже для ребят показываем. Это мероприятие, я считаю, что оно необходимо как для таких детей, юношей, девушек, так и для их родителей, потому что эта проблема очень серьезная. В какой-то мере она затрагивает и меня, потому что у меня есть такая же проблема, я всю жизнь с ней живу, и поэтому мне, как никому, это известно. Очень хорошо, что у нас есть такая возможность работать с этими детьми, дать им возможность каким-то образом себя проявить, адаптироваться к ситуации окружающей и также сделать для них приятное. В городском доме культуры собрались те, кому диагноз был поставлен с ранних дней жизни, и те, для кого внезапная болезнь или несчастный случай разделили жизнь на до и после. Такие юноши и девушки невольно оказываются в социальной изоляции, и поэтому очень важно для семьи, где есть особенные дети, собираться вместе, делиться своими печалями и радостями, а для самих подростков почувствовать атмосферу праздника и даже выступить на нем в качестве артиста. Ведь положительных эмоций хочется в любом возрасте. Мне тут нравится, тут очень классно и уютно. Я первый раз сюда приехал, поэтому решил своих друзей поддержать. Мы сидим постоянно дома, для нас этот выход, это дорогого стоит. Посмотрите, как нам весело, всем радостно, что мы куда-то вышли, пообщались с ребятами. А ребята у нас все, вон, замечал, вот такие классные. В современном мире разработаны лекарства тысячи различных заболеваний, но равнодушие – это та болезнь общества, которую пока что лечить не научились. Как хорошо, что есть еще в Бресте, да и вообще в этом мире добрые и неравнодушные люди, которые принимают чужие горести как свои, готовы поделиться теплом с теми, кому сегодня это на самом деле необходимо.